приветствую вас друзья на связи роман душкин это канал душкин объяснит но поскольку сегодня воскресенье поэтому наливайте себе чашечку какого-нибудь горячего напитка и давайте с вами по философствуем по воскресеньям я люблю философствовать и собственно мы уже рассмотрели теорию мемов ричарда докинса я хотел продолжить эту тему и рассмотреть такой более-менее практический пример до философы тоже занимаются практическими примерами и давайте рассмотрим вот это вот теоретико информационное наследование понятия душа как мема то есть до каждому из нас есть разные концепции и душа это одна из таких концепций я конечно же рассказывал свое личное понимание термина душа и вот сейчас вот здесь будет прямо ссылка на ссылка на видео я рассказываю свое понимание термина душа с естественно научной точки зрения но как она у меня зародилась как вот меня в голове появилась концепция в виде комплекса нейронных сетей нейронных как бы блоков которые так или иначе взаимодействуют с другими концепциями и когда я думаю о понятии душа они возбуждают вот этот вот комплекс него картикальных колонок у меня в неокортексе да он там появился не просто так не невзначай он откуда-то там зародился это очевидно проблема в том что я как бы выбрал это понятие душа не просто так они просто потому что мы изучаем вопросы философии бессмертия в том числе и потому что этот термин эта концепция отсутствует в нашем чувственном восприятии кто бы что не говорил понятие душа не соответствует никакому чувственному воспринимаемому образу то есть мы не можем почувствовать душу не нашими внешними сенсорными системами зрением там слухом и тогда не нашими внутренними ощущениями опять же кто бы что не говорил но не может и тем не менее это понятие эта концепция каким-то образом в головах у людей появляется откуда наберется да собственно я рассмотрел огромное количество различных мистических систем мистических религиозных которых так или иначе затрагивается понятие душа и мы все это рассматривали там от прианимизма до политеизма и монотеизма значит в прианимизме человек первом первобытный человек с достаточно неразвитыми когнитивными процессами боялся окружающего пространства потому что оно было к нему враждебно и собственно какой-то момент у кого-то в голове зародилось вот это понимание враждебности окружающего пространства его одушевленности потому что одушевленное существо враждебно к человеку и потом с развитием когнитивных процессов в голове с появлением языка концепты том числе и понятия душа стали как бы меметическим образом в рамках теории мемов ричарда докинза передаваться из головы в голову и из поколения в поколение то есть старые обучали молодежь мемы какая единица культурной информации передаются с головой в голову в том числе при обучении и собственно у человека формируется комплекс понятий мемплекс мемплекс по какому-либо концепту именно из большого количества получаемой информации извне и если не рассматривать объекты которые даны нам чувственных ощущениях а как например там стол да вот я вижу стол вот он у меня стоит я могу понять что такое стол не прибегая к информации там от своих других людей там своих родителей там близких и так далее мне просто надо сказать что вот это называется стол но тут тоже такой как бы меметической передачи есть но пустые понятия как я их называю то есть не связанные с чувственным восприятием их формирование в конектоме человека может осуществляться только при помощи передачи от учителя ученику образно говоря да и обучение наших естественных нейронных сетей происходит именно вот таким вот образом обучение как я его называю семантическое обучение с учителем кстати статья на эту тему опубликовано даже уже в зарубежном журнале опубликовано в шпрингере так вот значит и у нас концепция душа вот этот мемплекс передается из головы в голову и формирует в томе какие-то связи какие-то вот эти вот комплексы нейронных штук неокортикальных колонок на самом деле гипер колонок но тем не менее и собственно для меня становится очевидным что теория мемов ричарда докинза она работает вот именно таким образом мы передаем термин при обучении да и осуществляем привязку этого термина к различным либо чувственного чувственного ощущениям вот когда мы говорим что вот то зачем я сижу это стол да мы привязываем символ концепт стол к непосредственно воспринимаемым глазами ушами и тактильными вещами я вот могу пощупать да образом или мы говорим какой-то пустой концепт типа концепта душа то есть у которого нету привязки к сенсорной информации но мы встраиваем его в набор ассоциативных связей с другими концептами которые так или иначе в конце концов привязаны к сенсорной информации и собственно эволюция понятия душа происходило вот таким образом от при анимизма к анимизму далее к к чему там честно говоря забыл ну и потом мы пришли к текущему пониманию и более-менее научному пониманию того что такое душа и что с естественно очной точки зрения никакой души в том понимании которые туда закладывали древние люди с неразвитыми когнитивными процессами в общем то нет есть нечто другое что можно было бы назвать душой вот так вот то есть получилось немного сумбурно я прошу за это прощение но тем не менее давайте обсудим как вы это поняли пишите в комментариях внизу как вы видите вот такую эволюционную передачу мемплексов из головы в голову с их развитием с их вот именно эволюционерами ну что ж на этом все с вами был роман ушкин до новых встреч пока